Бывший замглавы Пентагона назвал Китай возможной причиной выхода США из ДРСМД. Угроза со стороны Китая могла быть одним из поводов для выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. Об этом заявил старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пен Байдин Брайан Макеон. С 2014 по 2017 годы он работал первым помощником замглавы Министерства обороны США, а при Бараке Обаме в течение семи месяцев занимал пост исполняющей обязанности. Заминистра, передает РИА новости 25 февраля. Ракетная пауза, Чехия не будет размещать у себя РСМД. Министерство обороны страны надеется на возвращение Москвы и Вашингтона к договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, некие элементы в Пентагоне хотят иметь ракеты средней и меньшей дальности, которые запрещены ДРСМД, из-за ракетного потенциала Китая. Пекин угрожает американским объектам в Тихоокеанском регионе, пояснил Макеон. Ранее руководство Минобороны заявляло, что они располагают платформами как воздушного, так и морского базирования, которые в состоянии достичь китайских объектов, так же как российские. Но эти платформы более дорогие и менее многочисленные, чем высокоточные наземные системы, отметил директор. Вашингтон заявляет, что причиной выхода США из ДРСМД стало якобы нарушение России условий документа. Но ранее американский лидер Дональд Трамп обращал внимание, что Китай не заключал подобные соглашения и не ограничен в разработке ракет. Со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по соглашению под предлогом нарушения России пунктов документа и наличия ракеты 9М729, якобы не соответствующей условиям договора. Вашингтон оставил за собой право вернуться в сделку в течение полугода. В тот же день Москва также приостановила участие в ДРСМД, а 16 февраля приступила к разработке ракет наземного базирования средней дальности. Источники в дипломатических кругах утверждают, что Россия готова приветствовать новые всеобъемлющие соглашения, если к нему присоединятся все страны, имеющие ракеты средней и меньшей дальности. Договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические крылатые ракеты средней, зона поражения от 1 тысячи до 5,5 тысячи. КМ, и меньшей, зона поражения от 500 до 1 тысячи. КМ, дальности.